Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный Telegram канала Markets с торговыми идеями, в котором каждый день, включая выходные, мы размещаем и постим дополнительный аналитический контент вам в помощь в принятии торговых решений. Ну что ж, сегодня пятница, неделя закрывается, впереди несколько важных релизов, мы на них обязательно обратим внимание, но в целом, я думаю, что мы имеем полное право сказать, что эту неделю мы провели просто блестяще. Все, что мы ожидали по снижению курса доллара, все это отработало, друзья. По некоторым инструментам, в частности, европейской валюты против доллара, австралийца, против американца доллар-канадец, еще несколько пунктов, и мы сможем констатировать достижение целевых профитных ориентиров. Я думаю, что при поддержке текущего локального новостного фона движения рисковых инструментов останется в тенденции вот такого восстановительной и позволит все-таки добраться до тех целей, которые мы поставили. Сегодня на повестке экономического календаря роничные продажи в США. В 12.30 по GMT выйдет этот отчет. По прогнозам, нас ожидает еще один месяц, слабый месяц потребительской активности, поскольку розница может просесть на 0,4%. По-моему, настолько же мы видели снижение два месяца назад. Ну то есть тенденция не самая хорошая. Далее в 13.15 по GMT выйдут данные по промышленному производству. Я думаю, что этот релиз тоже разочарует, учитывая последний отчет АСМ производственного сектора, который очень сильно не дотянул до прогнозов экспертов и аналитиков. И в 14.00 по GMT под закрытие торговой сессии будет опубликован индекс мичиганского индекса доверия потребителей. Не думаю, что этот релиз, конечно же, сильно повлияет на динамику доллара. Но кто знает, сейчас, может быть, любой, даже незначительный новостной катализатор будет иметь серьезный вес и влияние на рыночные настроения, потому что мы видим то, что доллар активно, агрессивно распродает. И очень заманчиво сейчас по индексу американской валюты достичь 100 пунктов. Друзья, текущие котировки по индексу доллара 100.48. Я не думаю, что распродажи будут настолько агрессивными в рамках этой недели, но есть то, что есть. Поэтому я благодарен рынку за то, что он счел необходимым опустить американскую валюту к тем значениям, на которых индекс доллара торгуется сейчас. По поводу новостного фона. Напомню, что на этой неделе мы с вами анализировали данные по инфляции в США. Был зафиксирован спад снижения показателей в марте с 6 до 5%. И, конечно же, значительное снижение инфляции мы трактовали как еще один весомый аргумент, который должен быть использован американским регулятором в процессе принятия решения по ключевой процентной ставке. Ну и если инфляция снижается, зачем же Федрезерву дальше повышать ключевую процентную ставку? Я думаю, что моя логика вам должна быть понятна. И я надеюсь, что многие разделяют такие же суждения и считают, что действительно в таких условиях американскому регулятору просто нужно занять выжидательную позицию, сохранить статус КВО и посмотреть за развитием событий со стороны. После того, как вышли данные по инфляции, были дополнительные индикаторы, которые подсвечивают нам и Федрезерву неуместность того, чтобы регулятор дальше повышал ключевую процентную ставку. Это еще одно свидетельство того, что инфляция остается в рамках устойчивой тенденции. Индекс цен производителей, отчет, который вышел вчера, снижение в годовом выражении со 4,9% до 2,7%. Если анализировать базовый индекс цен производителей, еще более качественный показатель компонентов инфляции, то также было зафиксированное снижение со 4,5% до 3,4%. Я думаю, что какие-то дополнительные доказательства и свидетельства того, что инфляция продолжает активно снижаться, они не нужны, друзья, потому что более стоящих подтверждений этого уже не найти. Американский регулятор должен это понимать и осознавать. Далее идем по отчетам. Заявки на пособия по безработице, крайне плохой релиз. В прошлой неделе их рост составил 239 тысяч. Это существенно выше, чем ожидали эксперты и чем показатель двухнедельной давности. И важно здесь подчеркнуть, что цифра 239 тысяч – это максимальный показатель с начала 2022 года. С немножко округлим, получится почти за полтора года. Дефицит бюджета, друзья, США скакнул в марте до 378 миллиардов долларов. Все бы ничего, но мы сравним этот показатель со февральской цифры в 262 миллиарда. Поэтому то, как он раздувается, становится, конечно же, немного страшно. То, что власти США действительно утратили контроль над финансами. Ну, хотя, учитывая, что произошло с банковской системой и как на все это реагировал ХФРС, печатая деньги, мы понимаем, что за проблемы там были и как с ними, собственно, боролись. И еще один фундаментальный триггер, повод и возможность поразмыслить, что будет с долларом дальше. Это протоколы последнего заседания американского регулятора, из которых следует то, что голосующий член американского регулятора считает, что до конца этого года есть крайне высокие риски наступления рецессии. Опять же, из-за кризиса в банковском секторе, из-за высокой стоимости заимствований. И, вы знаете, между строк, как бы, этих протоколов отчетливо прослеживалась идея того, что Федрезерву не нужно более повышать процентную ставку. Если мы, как бы, резюмировать будем, вот эти настроения понятны. Слабая статистика, сам факт снижения доллара, это тоже о многом говорит. Точнее, это говорит обо всем, друзья. То, что сейчас на рынке лучше быть на стороне тех, кто шортит американскую валюту. Инструмент FedWatch, который оценивает вероятность повышения процентной ставки, сейчас, напротив, скажет нам, что большинство участников рынка склоняются в пользу того, что ставка все же будет повышена в начале мая. Но если вы давно следите за моим аналитическим контентом, вы наверняка знаете, что я не люблю находиться, как бы, в одной лодке со всеми. Поэтому я считаю, что моя точка зрения будет отличной от большинства тех, кто считает, что ставку повысит. Поэтому я транслирую идею того, что ее не нужно повышать и стараюсь аргументировать, почему. Надеюсь, то, что все эти доводы вам понятны. Ждем теста поддержки 100 пунктов. Золото 2044 доллара за тройскую лонусу. Максимум был 2048. Мы чуть-чуть не достали до нашей цели 2050. Единственное, что сегодня скажу про золото, это индекс настроения, рыночный сентимент. 75% трейдеров золото шортит. Это не просто экстремальный показатель. Это лакмусовая бумажка всеобщего заблуждения того, что сейчас не нужно делать на рынке драгоценных металлов. А не нужно делать это шортить и, соответственно, рассчитывать на то, что золото уже почему-то достигло своих локальных максимумов. Нет, в таком фундаменте, при таком новостном окружении, я думаю, что золото будет и дальше пользоваться активным спросом. Рынок нефти, вы знаете, что с вчерашнего дня рекомендовал все же вам тоже присмотреться к длинным позициям. Я в этих позициях нахожусь. Сейчас котировки 86.41 по бренду. Жду 90 долларов за баррель. В принципе, за вчерашнюю торговую сессию ничего не изменилось. Австралийцы против доллара 0.6784. 15 пунктов до нашей цели. Конечно же, сегодня мы с большой вероятностью эту цель сделаем. Рост австралийского доллара сейчас опирается не только на слабости американского конкурента, но еще и на сильную макроэкономическую статистику. Вчера я вам говорил про строительный сектор. Сегодня можем сделать акцент на рынок труда. Мартовские цифры, рост количества занятых 53 тысячи. Это классный показатель, учитывая, что прогноз был на отметке 20 тысяч. Уровень безработицы остался на уровне 3,5%, хотя эксперты допускали, что будет зафиксирован рост до 3,6%. Сильный рынок труда это на самом деле индикатор того, что рост заработных плат на этом рынке в конечном счете может начать разгонять инфляцию и вернуть Резервный банк Австралии к траектории тех центральных банков, которые продолжают повышать ключевую процентную ставку. Отсюда есть еще порох для того, чтобы поспособствовать сохранению бычьей динамики, поэтому ждем и верим в дальнейший рост и данного рискового актива. Доллар канадец 1,3320, до цели всего лишь 20 пунктов. Друзья, нефть, снижение доллара, макроэкономическая статистика, наследие заседания Банка Канады, который оставил ставку на прежнем уровне 4,5%, но допустил, что может легко и повысить наследующее заседание. Поэтому пока все за то, чтобы канадский доллар чувствовал себя лучше, чем американский конкурент. И европейская валюта против доллара 1,1071. Сейчас промышленное производство еврозоны, еще один сильный отчет, рост на 1,5%, прогноз 1%. И не могу не отметить вчерашнее заявление еще одного члена управляющего совета ЕЦБ и по совместительству еще главы Центрального банка Австрии Хольцмана, который высказался за идею того, что целесообразно поднять ставку на 50 байсных пунктов на заседание в начале мая. Это заседание Европейского Центрального банка. Мы были уверены и продолжаем оставаться верной идеей того, что Европейский Центральный банк действительно имеет все основания, чтобы сейчас агрессивно продолжать бороться с инфляцией, потому что финансовая стабильность пока не вызывает каких-либо вопросов в отношении стабильности американской экономики. На этом, собственно, все, друзья. Большое спасибо за внимание. Хорошего вам закрытия недели. И увидимся уже на следующей неделе. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok